Сочинский госуниверситет много лет развивает международные связи. В этот раз вузе встречали посла Сирии в России. Он приехал для участия в межконфессиональном футбольном матче «Дружба народов». Игра прошла при поддержке СГУ. В преддверии чемпионата мира по футболу такие мероприятия принято проводить на всех территориях, которые принимают такие грандиозные спортивные события. И господин посол приехал на мероприятие на завтрашний день для того, чтобы тоже выразить свою солидарность. А накануне встречи со звездами советского футбола прошла встреча с сочинскими студентами, которые узнали из первых уст о том, как живут сейчас сирийцы. Когда мы достигли высокого уровня в дипломатических, политических и военных отношениях между двумя странами, мы начинаем также выводить наши экономические и культурные отношения на другой уровень. Посол Сирии сообщил, что в Дамасском университете открыта кафедра русского языка. Более того, сирийские школьники начали изучать его как второй язык. Таково было решение президента Сирии. А в Сочи уже учатся студенты из Дамаска. Я раньше ничего не был в русском языке. И сейчас учу в русском многословий, и грамматика трудно была. И учу сейчас в группах в университете. Я недавно в Сочи, назад 4 месяца. В рамках мероприятия Сочинские государственные университеты и благотворительный фонд помощи детям, пострадавшим от военных действий ХАЯТ, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместно реализовывать проекты по духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также развивать социальное предпринимательство на территории Краснодарского края. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.